МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Нижегородские воспитатели получили награды на этапе конкурса «Воспитатели России». Торжественное закрытие патриотической творческой мастерской для ветеранов СВО прошло в Нижнем Новгороде. Роспотребнадзор напоминает о важности прививок от гриппа. Юлия Смирнова – самый молодой специалист конкурса «Воспитатели России». В свои 22 года она работает учителем-дефектологом в Борском детском саду номер 7, где сама была когда-то воспитанницей. После школы здесь же она проходила практику и убедилась в том, что общение с детьми и воспитание ей ближе всего. Каждый день она занимается с ребятами подготовительной группы, развивает мелкую моторику, ставит речь и проводит коррекционные занятия. В свои юные годы она представила проект, который удивил многих членов жюри. Я рассказывала про методику межполушарного взаимодействия. Детям это очень интересно. Внимание, память, мышление – все развивается благодаря межполушарному взаимодействию. Конкурс проводился по 14 номинациям. Но самое главное – это общение между участниками. Ведь от коллег можно получить инновационный опыт. Когда проводятся такие конкурсы, в первую очередь, это не призы и победа. Это передача опыта. А опыт может быть разным. Кто-то – замечательный наставник. Кто-то может в обычной стандартной ситуации найти какую-то инновацию. Принимая участие в таком конкурсе, можно себя увидеть в системе дошкольного образования. Это первое. Ну и второе, конечно, это дает возможность всем увидеть талантливых воспитателей. Победитель регионального этапа конкурса в своих номинациях представит Нижегородскую область уже на федеральном уровне и поделится своей методикой воспитания. Служба информации Олеся Мельник и Михаил Городников. Мы саперское дело все знаем. Ошибаться нам, братцы, нельзя. Все мы люди и все понимаем. Стиснув зубы с Богом, друзья, мы вернемся, я вам обещаю. Только выполним долг свой сперва. Но минометный обстрел обрывает. Обещания мои навсегда. Это строки из песни Валерия Архипова, бойца СВО, участника творческой мастерской направления музыки. В 2022 году Валерий ушел добровольцем на передовую. С тех пор у него накопилось много стихотворных строк. Прошли с задания, очень уставшие. В блиндаже родились строки. И потом уже родилась музыка. Сначала были просто строки. На четном концерте в Доме народного единства встретились ветераны специальной военной операции, участвующие в первой творческой мастерской для героев СВО и рассказывающие об остановке на передовой языком искусства. Также, чтобы появились новые песни, новые произведения искусства, картины, всевозможные муралы. И любое творчество, которое позволяет фиксировать в этот момент происходящие исторические события. Юрий Головин в прошлом нижегородский журналист написал трогательный рассказ о двух кинологах, которые исполняли свой военный долг в паре с немецкими овчарками. Очерк Юрия попал в литературный сборник рассказов участников и ветеранов СВО Захара Прилепина «Жизнь за други своя». Собака повредила лапу во время обстрела. И он ее нес несколько километров, тоже выходил к своим, когда они попали под обстрел. Вынес на руках. Собака была тяжелая. Почему была? Она есть, она до сих пор выполняет задачи. Это пес, немецкая овчарка, которая его в дальнейшем много выручала. А в тот день он выручил ее. Решимость и мужество во взгляде, образ родины матери – это и есть олицетворение духа Донбасса, по мнению ветерана СВО Рината Болтаева с позывным балу. Он увлекается живописью с пятилетнего возраста, хоть до участия в СВО работал детским тренером по боксу. Я хотел показать, что такое Россия. Россия – это она. Она – это мама. То, что… Как ей тяжело. Но она такая сильная духом, что ее не сломать. И у нее есть сыновья, которые пойдут со мной. В творческой мастерской написаны эти иконы. Их передадут бойцам на передовую. Они их написали некоторое время назад. И они их подарили нескольким подразделениям, которые сейчас находятся на передовой. И у них было пожелание, чтобы они остались не здесь где-то, не в штабе, не в сытых, теплых помещениях, а чтобы они уехали именно на передовую. Значение новой творческой мастерской для бойцов СВО и простых нижегородцев оценивает заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева. И задача наших героев простая – рассказать правду. От нас же требуется создать для защитников условия, которые помогут развивать им нужные навыки. На это нацелена прошедшая творческая мастерская. И мы видим, что первый патриотический проект оказался успешным. Патриотические, творческие и мастерские будут открыты и в других регионах России. Служба информации Кристина Чернеева, Максим Веселов. Прививку сделать еще не поздно, несмотря на конец октября и в целом начавшийся сезон респираторных заболеваний. Вирус гриппа еще не обнаружен, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. А это значит, что время для вакцинации еще есть. Для формирования необходимого специфического иммунитета требуется сделать прививку до начала подъема заболеваемости. Что касается самой заболеваемости респираторными вирусами, то в настоящее время на 7% ниже порогового значения в целом. И все возрастные группы несколько стабилизированы, и заболеваемость находится ниже порогового значения. Уникальный для России центр адаптивных видов спорта «Парус» Владимиру Путину презентовали по видеосвязи в рамках форума «Россия – спортивная держава». Глава государства отметил, что благодаря появлению подобных объектов в нашей стране за последние годы в разы увеличилось число людей, которые систематически занимаются спортом, в целом более внимательно и ответственно относятся к своему здоровью. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этих объектов, в том числе региональные власти, частных инвесторов, за большую работу, за внимание к вопросам повышения доступности спорта, популяризации здорового образа жизни, активного досуга. В Держинском спортивном комплексе созданы все условия для развития массового спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Бассейн, ледовая арена, игровые и спортивные залы, футбольное поле с искусственным покрытием, подходящее для проведения соревнования по футболу слепых и многое другое. В свое время с предложением о создании центра к президенту России Владимиру Путину обратился известный нижегородский спортсмен Дмитрий Кокарев. 30 тысяч метров территории, 12 тысяч метров только, соответственно, здания. 600 человек в сутки будет пропускать этот центр, при этом из них 200 – это как раз ребята с поражением опорно-двигательного аппарата. Сейчас уже вот общался, ребята занимались в бассейне, участники специальной военной операции. Это тоже очень важно для нас, что они очень благодарили, говорили, что наконец такой центр появился. Помимо этого, на территории комплекса есть большой медико-восстановительный центр, где спортсмены на этапе спортивной подготовки смогут проходить необходимые процедуры, а также получать фармакологическую и психологическую поддержку. При этом в центре будут организованы занятия не только для спортсменов с инвалидностью, но и для участников специальной военной операции, а также для всех желающих. Основная цель здесь – привлечение как можно большего количества занимающихся, а обучение, гидрореабилитация – поставить всех на ноги. Сейчас есть все условия тренировок, тренируйтесь, занимайтесь, за вас все сделают, вам все сделают, только бегайте, прыгайте, плавайте, занимайтесь всем, что хотите. Новый спортивный центр аккумулирует весь адаптивный спорт в Нижегородском регионе и будет оказывать методологическую поддержку для развития данного направления в муниципалитетах нашей области. Кроме адаптивного спорта, учреждение будет развивать футбол, плавание, настольный теннис, фигурное катание на коньках, баскетбол, пауэрлифтинг, волейбол и даже чирлидинг. Как подчеркнул в своей приветственной речи Владимир Путин, все это напрямую определяет качество и продолжительность жизни, здоровье наших граждан, наше демографическое будущее, а значит и силу и суверенитет страны. Служба информации Кирилл Васенин. Субтитры подогнал «Симон»!